В московском зоопарке ажиотаж. Любимцы публики, большие панды Жуи и Дин-Дин стали родителями. Это редкое событие в мире в целом и уникальное для России. Первый случай в истории. Мы сегодня услышали, что она родила малыша, вот решили посмотреть, поздравить. Однако пока увидеть посетители могут только счастливого папашу. Жуи нежится на солнышке, в то время как Дин-Дин с малышом находятся в отдельном вольере. Их оберегают не только от слишком пристального внимания публики. Сами зоологи пока стараются не беспокоить. Самец или самка появилась на свет в российской столице. Даже этого специалисты не могут выяснить до поры до времени. Он растет, мы это зрительно видим, но взять мы его пока не можем. Она крепко держит, тогда, когда она начнет его чаще оставлять уже и больше отвлекаться на еду, то есть тогда, когда позволит именно возраст малыша, тогда мы сможем его уже взять, обследовать, измерить, взвесить, соответственно, посмотреть пол. Зоологи заранее установили круглосуточные наблюдения в вольере, где сегодня Дин-Дин растит своего первенца. За мамой с малышом следят не только российские специалисты. На помощь коллегам из Китая прилетел эксперт по размножению больших панд. Все они были готовы к любым неожиданностям, но роды прошли спокойно, и медведица сразу приняла детеныша, чем приятно поразило сотрудников зоопарка. Очень часто панды отказываются от своих новорожденных малышей. У нас были инкубаторы, бутылочки, всевозможные смеси и подушка даже какими-то там определенными семенами, которые растут только в Китае. Мы ездили специально на рынок, их покупали. Мы, конечно, счастливы и верим в то, что все будет хорошо, и наша дружба только будет крепче. И я думаю, что и уверена, что наши китайские специалисты оценили профессионализм наших сотрудников. Сейчас в зоопарке раздумывают над тем, какое имя дать малышу после того, как станет известен его пол. Но окончательное решение будет за китайскими коллегами. По закону, все панды мира принадлежат Поднебесной, вне зависимости от того, где они родились. А значит, и этот малыш через несколько лет, вероятнее всего, вернется на свою историческую родину.